Пенсионерка из Тюменской области простила предприимчивых чиновников, которые спилили фамильную ель в ее полисаднике. 86-летняя Анна Фольц посадила дерево в далеком 1965 году вместе с мужем Рудольфом. Несколько лет назад он умер, все это время хвойная красавица напоминала о счастливых моментах, которые женщина прожила вместе с супругом. Но потом елки не стало, ее спилили под покровом ночи, а потом подло установили на площади перед сельским клубом в честь Нового года. Выяснилось, что порадовать таким образом сельчан за счет пенсионерки решил начальник отдела капитального строительства районной администрации Владимир Кокорин его зовут. Но позже он, конечно, попросил прощения у Анны Фольц. Сначала она хотела его жестоко наказать, но позже все-таки жалилась и простила. Позвонила в полицию, ну а дальше все пошло. Пришли участковые, а потом он сам пришел, Кокорин Владимир Васильевич. Все объяснили, я им рассказала все, сказала, что заявление не буду подавать, оценивать я вообще не знаю стоимости, не буду оценивать стоимость, мне это не нужно. Просто это для меня как радость. Я вообще не советую вам рубить елки даже в лесу, это незаконно, и за это предусмотрен штраф 12 тысяч рублей. Уже с 15 декабря леса круглосуточно начнут охранять. Но если вы хотите все-таки дома нарядить живую ель, отправляйтесь на елочный базар или в интернет, и там с доставкой на дом привезут. Ну давайте посмотрим, что будет дешевле всего. Русская елка, совсем маленькая, от 1 метра 25 сантиметров, будет стоить минимум 1200 рублей. Сосна будет стоить примерно 1600 рублей, самая маленькая датская елка, вот такая красавица, она уже обойдется в 3500 рублей минимум. Но красавица голубая ель уже будет стоить дороже, 5200 рублей за 60 сантиметров, то есть это совсем маленькая. Ну и пихта фразера, североамериканское дерево, самое дорогое, и она обойдется в 6500 рублей.